Многие мои подписчики давно уже просят меня рассказать, сколько стоит самый дорогой хамон в Испании. Хамон, о котором сегодня пойдет речь, занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый дорогой сорт хамона. Ножка такого хамона стоит неприлично дорого – 4100 евро. Так почему же этот хамон такой дорогой? И чем же он отличается от других сортов хамона, которые тоже стоят немалый денег, но все же не так дорого, как этот? Так как 4100 – это до неприличия высокая цена даже для большинства испанцев. Но прежде чем назвать этот хамон и рассказать о нем, почему он такой дорогой, я хотел бы вас в общих чертах ознакомить, какой бывает хамон. В Испании есть два основных вида хамона. Хамон серано – это более дешевый хамон, и хамон иберико – это более дорогой сорт хамона, который производят из иберийских пород свиней. Если хамон серано может стоить от 30 евро за новую, то хамон иберико оценивается в зависимости от чистоты породы. Он может быть 25%, 50%, 75% и 100%. Процентами, как я уже говорил, обозначается чистота породы. 100% иберико – это самый дорогой хамон. Самый дешевый 100% хамон иберико я находил минимум за 200 евро. Это была небольшая нога, около 5 килограмм. По такой цене его продают на фабрике, которая производит этот хамон. В магазине цена будет уже гораздо выше и в среднем составлять 450-750 евро за ногу. Это я вам даю информацию для понимания, сколько вообще в Испании стоит хамон иберико. Стоит также упомянуть, что 50% хамон иберико можно купить от 100 евро за ногу, а 75% от 200 евро и выше. Здесь тоже многое зависит от выдержки и от региона, в котором был выращен поросенок. Теперь, когда мы немного имеем представление, как складывается цена на хамон, мы можем перейти к хамону-рекордсмену. Производится этот хамон в Уэльве из очень редкой породы пятнистых свиней – хабуго деэса маладуа. В 2016 году оставалось только 39 самок и 7 размножающихся самцов хабуго. Но по состоянию на 2021 год эту породу свиней удалось восстановить. Среди испанцев любят говорить, что свиньи этой породы живут гораздо лучше, чем люди. Условия содержания поросят действительно королевские. У них особый распорядок дня. В день свинья должна пройти от 12 до 14 километров. На каждую особь приходится до 5 гектар пастбища. В поисках желудей и травы они целый день проводят под открытым небом. Главное правило, чтобы свиньи никогда не испытывали стресса. Даже дегельментизируются они, принимая глиняные ванны. Пьют только родниковую воду. В рацион питания этих свиней также добавляют миндаль, оливки, сою, горох, кукурузу и тыкву. Еще один немаловажный факт. Во время выращивания никогда не используются гормоны, стимуляторы роста или нитраты, которые регулируют кислотность мяса. Когда свинья достигает возраста 3 лет, она отправляется на бойню. К этому времени ее вес достигает 170 килограмм. По традиции, забой происходит рано утром, около 4 часов. Это время считается самым идеальным. Выдержка этого хамона невероятно долгая, целых 6 лет. 2 года в сушилке. Следующие 2 года обезвоживания. И последние 2 года в погребе при температуре 21 градус и с влажностью 70%. После этих долгих процедур хамон считается готовым. Но есть более эксклюзивные сорта хамона, которые выдерживаются 7 лет. Их называют музейными экспонатами. Такого хамона считанные единицы, он не поступает в открытую продажу. Этот хамон для избранных, его стоимость неизвестна. Но она по понятным причинам гораздо выше. Что там говорить, если только один деревянный ящик, в который упаковывают этот хамон, стоит 500 евро. И изготавливается он специальным мастером вручную. Субтитры подогнал «Симон»